Сегодняшнее наше путешествие Чебоксары идеально для туристических прогулок. Здесь все самое интересное расположено очень компактно, что называется в шаговой доступности, в самом центре города. При этом, чтобы обойти все достопримечательности, дня точно не хватит. Так тут много интересного. Город стоит на двух берегах Волги. Основная часть Чебоксар находится на правом берегу. Левый – это больше рекреационная зона с санаториями, базами отдыха, дачами и пляжами. Соединяют берега скоростные валдаи – небольшие теплоходики на подводных крыльях. Кстати, на таких же отсюда можно запросто добраться до Нижнего Новгорода и до Казани. Речной транспорт в Чебоксарах развит отлично. Мы с вами находимся на территории Чебоксарского речного порта. Это одна из наших точек входа для туристов в город Чебоксары. Все теплоходы, которые прибывают в город Чебоксары, останавливаются именно в Чебоксарском речном порту. И экскурсанты, которые приплывают на теплоходах, выходят именно здесь. Выйти в Чебоксарском порту туристам бывает непросто. Дело в том, что Чебоксары не обходит ни один теплоход, идущий по Волге. В гостеприимный город заходит так много судов, что порой им приходится швартоваться друг к дружке. Иногда в ряд встают сразу по пять теплоходов. И тогда, чтобы выбраться на берег, туристам приходится идти по палубам соседей. Не успевают они выйти, как их захватывает яркий национальный колорит. Мы вас встречаем по нашим чувашским законам гостеприимства. Вот такой братиной, вот такая братина. Это только для любимого мужа, либо почетного гостя, какими являетесь вы сегодня. Первые достопримечательности начинаются уже на территории самого речного порта. Туристический вход в город охраняет настоящий пограничный сторожевой корабль Чебоксары. Правда, он уже на заслуженном отдыхе. 29 лет стоял он на страже российских границ в Прибалтике. В столице Чувашия же корабль пришвартовался не случайно. Вообще Чувашия — это единственный регион в России, который имеет аж четыре подшеркных корабля. И вот наш корабль, один из них — Чебоксары. То есть это спонсирование, материальное обеспечение, помощь, в том числе и телевизор, и различные даже вкусняшки, шоколадки и сгущенное молоко. За такую немаловажную поддержку морфлота Чебоксары и получили в подарок своего подшефного после списания. Сегодня на его борту один из самых популярных и любимых туристами Чебоксарских музеев. Нам он тоже очень понравился. Мы заглянули во все уголки, побывали в рубке, в каюте капитана, поуправляли артиллерийскими орудиями. В общем, попробовали все, что можно, и узнали, чего точно нельзя делать на военном корабле. Носовой частью корабля заведует боцман, а вот эта вот тумбовидная установка, которая называется кнехт, была головой боцмана. Ни на один кнехт на корабле, ни на большой, ни на маленький, нельзя ни в коем случае ничего класть и тем более садиться, потому как это показывает большое неуважение к боцману. То есть если вы сели на кнехт, значит вы сели на голову боцману. За это на флоте можно было получить два наряда вне очереди и отправиться вот под тот красный люк в трюм на внеплановую уборку. Кстати, швабра, использовавшаяся для уборки на судне, имела свое имя. Матросы величали ее Машкой. Вот она, единственная женщина, присутствие которой на корабле не грозит бедой. И вот таких вот интересных баек, традиций и историй за час экскурсии мы узнали огромное множество. Покидая корабль, мы по местной традиции позвонили в Рынду и, как водится, загадали желание обязательно вернуться сюда снова. Если вы прибыли в Чебоксары на теплоходе, не спешите прыгать в туристический автобус. До главных достопримечательностей что пешком, что на колесах всего минут пять. Зато если прогуляться самостоятельно, то сразу из речного порта вы попадете прямиком в город мастеров. Это сувенирный рай для любого туриста Чувашии. Чего тут только нет. Игрушки, куклы, национальная одежда, сумки, украшения, обереги. Конечно, мы отправились сюда. И, разумеется, сразу нашли то, чего нашей кругосветке не хватало. На Руси изданно существует поверье о валенках в шептунах. Их давали в дорогу путешественников, чтобы дорога была мягкой и ровной. Нам в сибирской кругосветке как раз такие нужны. Еще в них нашепталось пожелание для путников. Если хотите привезти домой из Чебоксар что-то аутентичное, обратите внимание на местную вышивку. Это гордость Чувашии. Не случайно в прошлом году именно здесь собирали вышитую карту России. Проект, в котором приняли участие все регионы страны. Каждый вышел традиционной техникой свой кусочек и прислал его в Чувашию. Наши мастерицы в течение двух месяцев эти кусочки соединяли. Там было очень много разновидностей ткани. И кожа, и бисер, и ракушки. И такая работа длилась с утра до вечера, без выходных. Увидеть, что получилось, можно в Чувашском национальном музее. От города мастеров до него рукой подать. Находится он в самом сердце Чебоксар, на Красной площади. Красная площадь в Чебоксарах совсем не похожа на свою московскую тезку. Да, здесь также проходят самые важные знаковые события города. Но в целом атмосфера на Чебоксарской Красной площади совершенно иная. Она вся словно мозаика состоит из различных зон. У национального музея выставка на уличных витринах. Чуть поодаль музей под открытым небом. Кстати, мы такой увидели впервые. С виду он похож на обычную рекреационную зону. На скамейках и столах под стеклом мы расположили музейные экспонаты. Каждый стол и скамейка – это отдельная тематика. Начиная от древности, от культуры, от вышивки, от украшений, которыми пользовался чувашский народ, до современности, до современной промышленности, современных космических достижений Чувашской республики. Еще несколько лет назад Красная площадь в Чебоксарах была совсем другой. Но к столетию образования Чувашской автономии в 2020 году ее полностью реконструировали и благоустроили. Теперь помимо музея под открытым небом, здесь есть зоны отдыха с видом на залив, кафе, детские площадки, большой цветомузыкальный фонтан, колесо обозрения, большая и малая сцена. Любой может подать заявку и выступить здесь. Памятник – символ мудрости. Огромная гранитная глыба с чувашскими рунами. У каждой свое значение и тайный смысл. Говорят, прикоснувшись к ним, можно решить любые проблемы. Впрочем, если вы, как турист, любите добывать удачу, любовь и счастье, потирая памятники, вам на Чебоксарский арбат, бульвар купца Ефремова. На него тоже можно попасть с Красной площади. От местных жителей мы получили ценную инструкцию по добыче благополучия. Например, примерив шляпу киса Воробьянинова, вы непременно решите все свои финансовые вопросы. Маленький принц поможет вам с исполнением заветного желания. А вот камень Таганаит устал из птицы счастья и вовсе решит все ваши проблемы. Стоит только обнять три огромных валуна. Одним словом, прогулка по улице купца Ефремова – это и уникальная возможность избавиться от всех жизненных трудностей разом, и отличный способ заполучить множество забавных фотографий и надолго поднять себе настроение. Вся прелесть центра Чебоксар в том, что прогулка по нему может длиться бесконечно. Ты просто переходишь из одной туристической зоны в другую, и в каждой встречаешь что-то новое и интересное. Перебравшись с Красной площади к главному монументу Чувашии, матери-покровительницы, у ее подножия мы обнаружили яркий и красочный фестиваль цветов. В этом году он проводится впервые, но чебоксарцы уже уверены в том, что он станет доброй традицией. Цветочные скульптуры, всевозможные арт-объекты и декорации украсили собой берега и воды залива. Когда-то здесь был исторический центр Чебоксар. У города очень долгая и богатая история. История города идет с 1469 года, а вот развитие города основное, конечно, с 1555 года. Сейчас мы с вами, если посмотрим вот направо, то увидим историческую часть нашего города, западный Косогор, откуда, в принципе, все и начиналось. Благодаря Ивану Грозному, после того, как он взял Казань, началось активное развитие города Чебоксара. История Чебоксар связана не с одним царским именем. Например, герб с пятью утками Чебоксаром даровала императрица Екатерина Великая. И связана с этим призабавнейшая история. В 1767 году своенравная царица лично посетила город и осталась им крайне довольна. По ее словам, Чебоксары во всем ей показались милее Нижнего Новгорода, откуда она прибыла. Мы готовились к этой встрече. Дорогу, по которой должна была пройти Екатерина II, уложили ковровыми дорожками, коврами, но оставались кое-где лужицы, которые обыграли следующим образом, посадили в них уточек, сыграли на сентиментальности женщины, может быть, поэтому осталась такая запись. Но, тем не менее, через какое-то время Екатерина II, возможно, благодаря этому, повелела на гербе города Чебоксары изобразить уток, которых он их в изобилии. Сегодня свидетелей того царского визита в Чебоксары осталось немного. Разве что самая старая в России действующая тюрьма – ровесница Симбирско-Ульяновска. В ней сегодня находится следственный изолятор. А еще – Веденский кафедральный собор. Вот в нем обязательно стоит побывать. Даже если вы приехали в Чебоксары не с паломническими целями. Собор этот совершенно необычный. Знатоки культуры и архитектуры непременно обратят внимание на оригинальность его строения. Но соборы почти всегда имеют строгий облик. А у нас все-таки центральный собор. И здесь последовали древнерусской архитектуре, конструкции. И внешне кажется, она действительно четырехкупольная, строгая снаружи. Но на самом деле она построена по правилам архитектуры барокко. Это не крестово-купольный храм, как нам кажется снаружи. Это удивительная конструкция, когда три таких корытных свода пересекают пространство храма. Веденскому собору невероятно повезло. Ему удалось благополучно пережить советские времена и полностью сохранить дореволюционное убранство. Иконостас, царские врата – все осталось в неизменном виде образца 18 века. Но особое впечатление на нас произвела роспись. И дело даже не в том, что выполнена она в необычном наивном стиле. И не в том, что на ней можно встретить редкие библейские сюжеты. Удивительно то, что под росписью совершенно черные стены. Мы даже сначала подумали, что это какой-то особый стиль, сродни Хохломскому. Но все оказалось куда прозаичнее. Оказывается, яркую цветную роспись за сотни лет скрыла под собой копоть. Еще 15 лет назад стены были совсем черными. И мастерам-реставраторам понадобилось несколько лет, чтобы на свет показалась дивная роспись, украшавшая храм с начала 18 века. Сегодня мрачная торжественность стен собора и особое его устремленное вверх пространство выделяет его среди всех прочих храмов не только Чувашии, но и по Волжье. Если в Ульяновске, городе на Волге, туристическая набережная отсутствует вовсе, то в Чебоксарах их сразу две. Одна идет вдоль Чебоксарского залива. У него, кстати, своя история. Когда-то на этом месте был центр старых Чебоксар. В 70-е годы прошлого века начали строить Чебоксарскую ГЭС. По инженерным расчетам водохранилище должно было подняться почти на 70 метров. Это означало, что весь центр старого города вместе с Красной площадью должен был оказаться под водой. К осени 79-го года всю территорию, попадавшую в зону затопления, очистили от застройки, невзирая ни на архитектурную, ни на культурную, ни на историческую ее ценность. Вот только инженерные расчеты оказались неверными. Вода поднялась всего на 12 метров. И в самом центре Чебоксар осталось зиять черная дыра. Пробыла она там целых 16 лет, пока в конце прошлого века на ее месте не сделали залив. Сегодня представить Чебоксара без залива уже невозможно. Это туристический центр города, его главное украшение и одно из самых любимых мест отдыха чебоксарцев. В планах развития города сделать вдоль набережной залива современную территорию спорта и активного отдыха. И планы эти уже активно притворяются в жизнь. Вейкбординг – это катание на доске, по воде, за лебедкой. Для катания у нас установлены реверсивно-канатные установки, за которые за рукоять непосредственно человек держится и катается по воде. При этом опытные райдеры уже само собой умеют делать трюки и так далее. А кто может вообще заниматься этим? Любой желающий, то есть у нас к катанию допускаются дети, в том числе от 10 лет, максимального ограничения возраста нет, весовой категории тоже нет. То есть любой желающий может освоить вейкбординг, придя к нам и попробовав, мы всему научим. В нашей команде желающий нашелся сразу. Данил, юный помощник оператора, бесстрашно дал пристегнуть себя к доске и отправился покорять водную стихию. Не прошло и пяти минут, как парень уверенно встал на кант. Вейкбординг Вейкбординг – невероятно зрелищный спорт. Даже если сам встать на доску не решаешься, смотришь на райдеров завороженно. Несмотря на то, что Чебоксарский Вейкпарк открылся всего год назад, у него уже своя армия поклонников. И скажем вам по секрету, с этого дня ее прибыло. Пара шагов от центра Чебоксар, и ты словно попадаешь на далекий морской курорт. Тут тебе и открытая вода, и красивая благоустроенная территория, и сотни отдыхающих со счастливыми и беспечными улыбками на лицах. Московская набережная уходит на 5 километров от центра Чебоксар. Любимое место чебоксарцев и гостей города. Идеальное место, чтобы прогуляться с компанией друзей или семьей. Места для отдыха и развлечений. Детские спортивные площадки, скверы и аллеи, пляжи и кафе, исторические достопримечательности и красивые фотозоны. На всей протяженности набережной оборудованная велодорожка, дорожка для роллеров и пешеходная зона для отдыхающих. Московская набережная в Чебоксарах по праву считается одной из самых благоустроенных в Положье. В выходные и праздничные дни здесь проходят городские мероприятия, уличные концерты и театрализованные представления. Еще, говорят, здесь можно увидеть потрясающе красивые закаты. Правда, нам их дождаться не удалось. Пришло время для знакомства с гастрономическими чебоксарами. Свой выбор мы остановили на грузинском ресторане недалеко от набережной. Выбрали мы его не случайно. Именно это заведение местные жители чаще всего упоминали в соцсетях и на туристических формах, как знаковое для города. Сразу скажу, что выбор не разочаровал. Встретили нас с поистине кавказским гостеприимством. На столе не только грузинские блюда, но и национальные чувашские, специально для гостей города. Средний чек такой же, как ульяновский. А вот выбор блюд нам показался чуть шире. Ресторан стал последним аргументом в пользу того, что за туристическую инфраструктуру чебоксарам стоит поставить твердую пять. Центр города, превращенный в компактную мозаику комфортных туристических зон, делает чебоксары идеальным для путешествия выходного дня. Впрочем, туристический центр города – не единственная альтернатива для отдыхающего гостя. В чебоксарах можно построить свой идеальный визит выходного дня и совершенно иначе. Если вы едете в чебоксары всей семьей, то закладывайте на посещение парка развлечения Амазонии целый день. Меньше здесь побыть не получится. Настоящий город в городе. Огромная территория, предназначенная для культурных, спортивных и семейных развлечений. Здесь есть парк аттракционов, аквазона, картинг-холл, веревочный городок, пункты проката, детские площадки, планетарий и многое другое. Проект Амазонии по европейским стандартам разрабатывала известная австрийская фирма. И они предложили два варианта. Первый вариант это был гуны Атила, достаточно известная историческая личность, которую можно было раскручивать. И Амазония. Амазония была обусловлена тем, что ряд исторических документов, в частности карты, содержит наименование этой области Амазония с Амазония. К национальной культуре и традициям в Амазонии немало отсылок. Собственно, и правильное название парка – этнокомплекс. И хотя он относительно молодой, здесь уже есть свои устоявшиеся традиции и обряды. Например, все чебоксарские молодожены съезжаются в Амазонию, чтобы обойти вокруг озера счастья и подняться по лестнице влюбленных. На территории парка постоянно проводятся масштабные мероприятия и фестивали. На спортивных площадках и картинг-холле проходят соревнования. Жизнь в Амазонии не замирает даже зимой. У нас сейчас парк работает круглогодично. Зимой у нас работает самый большой каток в республике, площадь льда почти 8 тысяч квадратных метров. Зимние развлечения, тюбинговый подъемник, единственный в республике. Ну и много всяких других элементов. Планов у этнокомплекса немало. Уже сейчас разрабатываются проекты фуникулера, родальбана – это управляемые скользящие по рельсам сани. Планируется открытие зоопарка. Одним словом, можно точно сказать, что с каждым годом приезжать в Амазонию будет все интереснее и интереснее. И чтобы в этом убедиться, начинать стоит уже сейчас. Если правобережные Чебоксары – это прежде всего знакомство с городом, его традициями и историей, это развлечение и активный отдых, то левобережье – это зона рекреации. Как отдыхают в Чувашском заволжье, мы отправились узнать на Турбазу Нартован. Дом Лося, дом Кабана, дом Лисы, дом Волка, Весьмин Шабаш – каждое строение здесь выдержано в своей стилистике. Над каждым работают мастера своего дела. Нет, здесь каждый элемент – это индивидуальный подход, и все делается исключительно в единичном экземпляре, и повторить это уже невозможно. Здесь интересно рассматривать детали. Оформление Турбазы продумано до мелочей. Резьба по дереву, украшение травами и цветами, картина, написанная под заказ по тематике домиков – все это создает невероятную атмосферу. Поддерживается она не только внешним антуражем. В Нартоване часто проводятся большие детские и семейные праздники. Сюда съезжается огромное количество людей. За раз Нартован готова принять до 300 гостей. Представляете себе хоровод на такую компанию? Такое только в Нартоване возможно. Еще здесь можно покататься на собачьих упряжках, оседлать коня тяжеловвоза, искупаться в зачарованном пруду, посидеть у ведьминого костра, а главное – попариться в шаманской баньке. Я пришел к парамастерству с точки зрения целительства. Мне интересно делать розет человека к заводским настройкам. То есть, чтобы было полное расслабление, вся шелуха с человека слетела, скажем так, чтобы с течения обстоятельств шагали в ногу с человеком. Оставим исцеляющую банку Нартовани за кадром. Скажу только, что закончили мы этот насыщенный и полный впечатлений день посиделками у ночного костра. Спасибо парамастеру усталости не было. Был только яркий калейдоскоп полученных за день впечатлений. И ощущение невероятного счастья от такого чудесного путешествия, закончившегося настоящей сказкой на берегу зачарованного пруда, на краю удремучего леса. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!